В Подмосковье проживают более 8,5 миллионов человек. Почти полмиллиона жителей зарегистрировано в Одинцовском округе. Таковы итоги всероссийской переписи населения, которую подвели в конце прошлого года. За 11 лет прирост составил около 49%. По итогам переписи 2010 года в Одинцовском округе числилось примерно 317 тысяч человек. А по итогам новой переписи мы имеем 471,5 тысячи человек. Теперь это официальные данные, на которые мы опираемся. Таким образом, Одинцовский округ второй Московской области по численности населения после Балашихи. Перепись населения планировали провести в октябре 2020 года, но ее перенесли из-за пандемии. Сбор данных состоялся осенью 2021. Он проходил с 15 октября по 14 ноября. А в декабре 2022 года Росстат подвел окончательные итоги. Всю полученную информацию сразу разместили на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики. Состав городского и сельского населения по сравнению с 2010 годом практически не изменился в процентном соотношении. На городское население приходится 67% жителей, сельское население составляет 33%. Женщин в муниципалитете проживает немного больше, чем мужчин – около 51,5%. Причем такая ситуация складывается не только по Одинцовскому округу, а в целом по всей стране. При этом перепись проходила в новом формате, благодаря чему удалось значительно оптимизировать процесс. Сама по себе перепись – это сложный организационный процесс. На территории нашего округа нужно было собрать и обучить 750 человек. Проходила она в принципиально новом цифровом формате. Переписчики использовали планшеты со специальным программным обеспечением, а главным нововведением стала возможность людей самостоятельно заполнить анкету на сайте госуслуги. Этой возможностью воспользовался 21% населения, но основная нагрузка пока еще лежит на переписчиках. Они собрали 71% от общего числа информации. 8 декабря 2022 года лучшие сотрудники переписного персонала были награждены благодарностью от Росстата. Было много трудностей технических, организационных, но все организаторы и переписчики достойно справились с поставленными задачами. В итоге мы теперь имеем массив актуальных и проверенных данных, на основе которых строим свою работу, проводим расчеты нормативов, планируем расходы. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.